Практически год назад я уже делал обзор на один из беспроводных пылесосов, и хоть я им тогда только начинал пользоваться, но штука мне сразу понравилась. Вот прошел уже целый год, и могу сказать, вот без привлечения, штука действительно офигенная. Мы в семье пользуемся таким практически каждый день, и даже большой проводной пылесос просто увезли на дачу, потому что он проставил, был никому не нужен. И все дело в том, что такие вот беспроводные пылесосы, их самая главная фишка в мобильности. Тебе не нужно доставать пылесос, подсоединять его к розетке, таскать по дому, он еще тяжелый. А этот ты достал со стенда, пропылесосил и убрал обратно. Все это очень-очень удобно. И вот, пропользовавшись подобным пылесосом уже практически год, я могу сказать, что ты его не используешь для большой уборки по дому, как с проводным пылесосом, когда ты его достаешь и начинаешь прям всю квартиру пылесосить. Нет, самая главная фишка таких пылесосов в коротких уборках. Например, нужно быстро убрать крошки на кухне со стола, либо что-то, что упало на пол во время готовки. Либо в прихожей нужно убрать песок от обуви, или, например, что-то у вас рассыпалось, такое бывает и не часто, но все равно может случиться. Либо быстро убрать пыль с мест, где она часто скапливается. Либо, например, вам нужно пропылесосить машину. Взял эту штуку, быстренько сходил, 10-15 минут, все, готово. И сценариев может быть достаточно много, я причислил вот основные, которыми мы пользуемся сами. И в этом видео я вам расскажу про свой новый беспроводной пылесос, про Scenic P11 с функцией мойки полов. Начнем с комплекта. Он достаточно богатый. Во-первых, это основа пылесоса, где располагается двигатель, а также пылесборник. Также в комплекте идет труба, основная насадка, крепление для мойки пола, противоклещевая насадка для диванов и матрасов, узкая длинная насадка, насадка с поворотным механизмом. А также мелкие аксессуары, это адаптер питания, держатель на стене, щетка с ножиком для удаления волос, дополнительная тряпка для мойки пола. А также инструкция с хорошим русским языком, здесь даже запяты стоят в правильных местах. Это вот без шуток, просто каждый раз подобные инструкции с хреновым переводом, а здесь действительно все сделано как бы на профессиональном уровне. И вот я вам сейчас причислил достаточно много насадок, и фишка в том, что в таких пылесосах они подсоединяются как напрямую к основе, так еще и к трубе. То есть у вас полная вариативность, трансформер, хотите так, видите эдак, как удобнее. Лично у нас в семье пылесос всегда находится в вот таком формате, это основа пылесоса плюс узкая длинная насадка. Мне кажется, что это самый удобный вариант, то есть тебе можно и крошки быстро со стола убрать, и пыль где-то пропылесосить. В общем-то она небольшая, тебе не нужно возюкаться с этой огромной трубой, и в общем-то сама вот эта штука, она именно удобная, чтобы что-то быстро где-то убрать, прочий всякий мусор, действительно очень-очень удобно. А так как он еще и весит немного, и компактный, пользоваться им реально может и ребенок, и взрослый, мужчины, женщины. Что-то нужно быстро убрать, достал, пропылесосил, поставил на место, на стенд. Занимает меньше минуты. По поводу того, как работает конкретно этот беспроводной пылесос. Кнопка включения у нее находится на ручке, нажимаете один раз, он включается, нажимаете еще раз, он выключается. Достаточно просто. Есть три режима уборки, их можно переключать на сенсорной панели сверху, там же отображается зарядка. Есть автоматический, слабый и сильный режим. По поводу мощности и времени работы. Максимальная мощность пылесоса это 450 Вт, если кому-то интересна батарея на 2000 мАч. Как заявляет производитель, ее хватает 60 минут в слабом режиме, 30 минут в авторежиме и 13 минут в сильном режиме. Но как я уже говорил, подобным пылесосом ты пользуешься для коротких, частых уборок. Вот за год, что у нас был другой беспроводной пылесос, всего, наверное, один раз там разряжалась батарея, когда вот действительно нужно было убрать какую-то большую территорию. А так, если у вас, например, есть робот-пылесос, то я его использую так, что полы у меня робот-пылесос где-то раз в две недели, либо раз в неделю делает. А все остальное, каждодневная такая вот уборка с помощью вот такого вот беспроводного пылесоса. И вот в паре они действительно справляются неплохо. Одним ты пользуешься достаточно редко, но зато он убирает сразу большую площадь всего пола, а другим ты пользуешься каждый день, но вот так вот точечно и выборочно. Если у вас вдруг разродилась батарея, то здесь уже, конечно, неприятно, потому что полная зарядка занимает 2,5 часа. Достаточно много, да. Заряжать его можно как на стенде, который сидит на стене, о нем чуть-чуть попозже, либо, если вы, например, храните где-то в кладовке, то вот так вот вытащили батарею, вот так вот удобно, и зарядили от адаптера питания от любой розетки. Переходим к мойке пола. Для него используется вот такой контейнер. Воды помещается не супер много, но на пару комнат точно хватит. И фишка в том, что она крепится на магнитах к основной насадке. Сами магниты достаточно мощные. Давайте прямо сейчас покажу. Сейчас будет небольшой шум. Опс. В общем, вот здесь сидит действительно неплохо, не оторвется. Сама вода наливается через подобные отверстия. Ну, в общем-то, фишка в том, что это да, действительно удобно. Ты как бы экономишь время. Сразу и пылесотишь, и еще делаешь влажную уборку. И, конечно, если вы хотите сделать прям полноценную генеральную влажную уборку, то эта штука не заменит вам полноценные швабры, потому что, ну, сами видите, это хорошее дополнение, именно когда ты пылесосишь и одновременно делаешь влажную уборку. Каждодневную, небольшую, но чтобы прям большую-большую, нет. Не могу сказать, что эта штука действительно может заменить швабру. Я бы от нее не отказывался. По поводу очистки. Сам контейнер не очень большой. Придется относительно часто его очищать. Вот он для сравнения тот, который у нас был до этого. Крышку можно открыть снизу, чтобы быстро высыпать пыль. Но можно и полностью снять контейнер, если, например, вы его хотите еще как-то влажно помыть. Переходим к хранению пылесоса. И здесь, пожалуй, самая слабая часть. Вы сами видите, какой маленький держатель. И фишка в том, что где хранить все остальные аксессуары. То есть, его нужно хранить где-то в кладовке, либо в шкафу. Ты не можешь к ним иметь постоянный доступ. И если, например, хочешь быстро поменять насадку, то нужно за ней идти, доставать ее. И, в общем-то, не очень суперудобно. Если бы у него был подобный держатель, где можно хранить хотя бы один, либо две дополнительных насадки, было бы мегаудобно. Но, к сожалению, такого нет. Если что, то в комплекте идет дополнительная клейкая лента и саморезы с дюбелями. То есть, вам не нужно ничего дополнительно покупать. Вы хотите крепите так, хотите крепите эдак. Для саморезов также есть клейкая подсказка, как их скручивать, очень удобно. Если вдруг захотите использовать держатель с клейкой лентой, то по своему опыту могу сказать вам, что лучше его использовать с основой пылесоса, плюс каким-то небольшим держателем. Дело в том, что если вы его будете хранить основу пылесоса, плюс труба, плюс основная насадка, скорее всего, он у вас одним днем просто грохнется. Потому что ты, когда его насаживаешь на насадку, вот так вот его насаживаешь, 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 и клейка лента все равно рано, либо поздно отпадет. У нас так было. Поэтому мы вот эту трубу просто храним где-то рядом, на случай, если она нужна. Но не вешаем никогда его на держатель. Такой вот лайфхак. Как-то так, друзья. Если пылесос вас вдруг заинтересовал, то ссылочки, естественно, будут в описании. Если вы еще смотрите во время распродажи, то пользуйтесь моментом. Там промокоды, топ-скидки и прочее. В общем-то, можно неплохо сэкономить. На этом все. Увидимся в следующих видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!